Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать на мой канал. Канал, где мы каждый день говорим о криптовалюте. Поэтому, если тебе интересна крипта и всё, что с ней связано, не забудь подписаться, если ещё не подписан. Вот и произошло то, чего все так долго ждали. Прошлой ночью, когда проснулись азиатские трейдеры, цена биткоина рухнула. Я подчёркиваю, проснулись азиатские трейдеры. Это очень важно, и когда ты досмотришь это видео до конца, ты поймёшь почему. Цена биткоина упала на 8000 долларов, обозначив новый низ за последние 3 недели. И всё это во время торгов в Азии в воскресенье. Я провёл небольшой анализ всех событий, и сегодня хочу рассказать тебе о настоящей причине падения. И она, кстати, достаточно неожиданная. Но самое важное, я хочу сказать, почему это падение – это просто ловушка. Я попробую доказать тебе это в этом видео. Если у меня получится, не забудь поставить лайк. Средства массовой информации пытаются заставить тебя подумать, что люди потеряли интерес к биткоин. Но по факту это искусственно сфабрикованное движение, которое планировалось как минимум ещё неделю назад. Начнём с того, как средства массовой информации манипулируют тобой. Они пишут «Есть слухи, что Министерство финансов США планирует принять жёсткие меры в отношении финансовых учреждений за отмывание денег. И уже готова наложить на них за это большие штрафы». Это, судя по всему, большая ложь. Хотя люди и говорят, что у них есть множество источников, которые это подтверждают. Я нашёл юриста, который комментирует этот вчерашний твит. Он комментирует это так. Я не считаю этот твит правдоподобным. Казначейство не берёт штрафы за отмывание денег. Этим занимается Министерство юстиции. К тому же дело сразу против несколько финансовых организаций было бы как минимум необычным. Кроме того, уголовные расследования строго конфиденциальные и редко просачиваются на публику. Меня не убеждают неназванные источники. Так что, ребята, этот сомнительный твит вчера был опубликован, скорее всего, не просто так. Так, особенно учитывая всё то, что я тебе сейчас расскажу и покажу. Кстати, интересно, что аккаунт, который запостил этот твит у себя в Твиттере, открыл комментарии только для людей, на которых он подписан. А подписан он только на 50 человек. И если мы полистаем этот список, мы найдём Джанет Йеллен, которая сейчас и возглавляет Министерство финансов США. Какие-то странные совпадения. Я ничего не хочу сказать, потому что у меня нет доказательств, но это очень подозрительно. Кстати, если ты не знаешь, Джанет Йеллен не очень-то и любит биткоин. Можно даже сказать, что она его ненавидит. Покупай биткоин. Очевидно же, что тот твит был написан только для создания FAT в сообществе криптовалют. Посеять страх, неуверенность и сомнения. Вот какая стояла задача перед автором этого твита. Также CNBC вчера подкинула топливо в огонь паники, опубликовав именно в этот день новость о том, что Индия вот-вот запретит криптовалюты. А также начнёт штрафовать всех за владение и торговлю ими. И вообще всё, что связано с криптой и твоим вовлечением в неё, в Индии вот-вот приравняют к криминалу. Если ты новенький в этом мире, такие новости тебя точно испугают. Во-первых, время для таких негативных новостей подобрано очень хорошо. И все они выходят одновременно. Посмотрите на тайминги, пишет пользователь в твиттере, комментируя эту новость от CNBC. Во-вторых, друзья, Индия и Китай банят эти криптовалюты уже лет пять на моей памяти. То забанят, то разбанят. Сегодня забанили, а через полгода выйдет новость, что Индия уже всех разбанила. Далее, СМИ говорят следующее. Частичный криптобан в Турции может распространиться на остальные страны. В одном из своих видео я уже рассказывал о том, что Турция частично забанила криптовалютные платежи на своей территории. И вот СМИ теперь думают, что то же самое будет происходить и в других странах. Именно это, по их словам, и есть причина падения биткоина и криптовалютного рынка. Нет, ребята, абсолютно нет. Я взял статистику сети биткоина и сделал выводы, что все эти три перечисленных фактора на самом деле не являются причинами падения. Причина падения совершенно вином. Хешрейт сети биткоина и его цена всегда ходят под руку. Перед обрушением курса биткоина его хешрейт рекордно обвалился на 40% в результате проблем с электроснабжением. Эти проблемы наблюдались в провинции Синь, сломая язык в трех местах. Одна китайская провинция и минус 40% хешрейта биткоина. Вилли Ву пишет у себя в твиттере, что это самое большое падение хешрейта за одни сутки с ноября 2017 года. Хешрейт биткоина упал практически вдвое, что и привело к падению цены. Но если ты думаешь, что это и есть причина падения, то еще нет. Самый основной двигатель падения сейчас будет на твоем экране. Вот что произошло дальше. Доминошки начали падать. Одна доминошка упала и все посыпалось, как цепная реакция. Мы наблюдали не просто ликвидации на рынке, но каскадный ураган из этих ликвидаций. Почти полтора миллиарда долларов ликвидированных длинных позиций по биткоину за час. Это рекорд. Каждая такая ликвидация только способствовала резкому и жесткому падению цены. Эффект домино. Все эти люди, которые обозначены вот этим прыжком, открыли лонг по биткоину, ставя на то, что он будет расти. Ликвидации не просто оставили уху разбитого корыта, но и придавили цену биткоина. Я уже не первый раз в своих видео рассказываю, что кредитная торговля это зло. Не только потому, что если цена хотя бы немного упадет, то твою лонговую позицию ликвидирует навсегда, и ты останешься ни с чем. Но и потому, что куча этих кредитных трейдеров мешает биткоину расти. Их постоянно ликвидирует, а цена биткоина оказывается придавленной могучей ладонью манипулятора. У меня такое впечатление, что именно для этого кредитную торговлю и придумали. Но не для того, чтобы трейдеры зарабатывали уж точно. Конечно, тебе может повезти несколько раз, но лучше не увлекаться. Каскадный ураган ликвидации оказался таким масштабным, что некоторые биржи просто сломались. Так, у некоторых трейдеров, которые торгуют с кредитным плечом, балансы на бирже оказались отрицательными, но при этом позиции остались открытыми. Люди даже подняли вопросы о неплатежеспособности этих бирж, что еще больше подогрело панику. Теперь я хочу показать тебе вот этот график, на котором мы видим, сколько биткоинов заводили или выводили с биржи Binance за каждый день. 16 апреля мы видим огромнейший скачок. Это скачок вводов на биржу Binance. Это 9000 биткоинов. Буквально за полтора дня до массивного краха 9000 биткоинов были отправлены на биржу. Я хочу также отметить, что объемы биржи Binance по большей части приходятся на Азию. На Запад приходится гораздо меньше. Вспомни, в начале видео я особенно подчеркнул азиатских трейдеров. Я сделал это не просто так. Я сделал это ради этого момента. Значит, эти биткоины были отправлены теми людьми, которые что-то знали о том, что будет происходить в Китае. А теперь и мы знаем, что в Китае произошли блэкауты, которые обвалили хешрейт биткоина на 40% за 48 часов. В итоге мы видим каскад ликвидации лонговых позиций. Иными словами, это автоматические продажи. Автоматические означают без участия трейдера. Что ликвидировало 9,3 миллиарда долларов за сутки, а миллион трейдеров потеряли свои деньги. Цена и хешрейт всегда коррелировали. Посмотри на цену биткоина тогда, когда хешрейт обвалился на 40%. Цена тоже упала. Это произошло из-за отключения электричества в китайской провинции, название которой ломает мой язык. Если что, серый график это цена биткоина, а оранжевый его хешрейт. Да, после того, как я изучил буквально несколько графиков, это уже попахивает искусственностью. Это движение кажется запланированным. И это, как по мне, дает невероятную возможность для покупки и биткоина, и альткоина. Кстати говоря, после этого провала хешрейт уже успел восстановиться очень быстро и очень подозрительно. Для перспективы хочу показать тебе масштабную картину. Когда ты сомневаешься, всегда открывай масштабную картину. Здесь мы видим графики цены биткоина и его хешрейта за последние 3 года. Это падение биткоина, который мы сейчас переживаем, на глобальном графике особо-то и незаметно. Вот почему хорошо быть холдером, а не кредитным трейдером. Когда ты купил физический биткоин, ключи от которого хранишь где-то в блокноте, он на 100% твой. Тебя вообще не будут волновать какие-то падения, которых на глобальном графике даже не видно. Но вот если ты торгуешь с плечом, будь готов, что тебя намеренно и искусственно ликвидируют. А затем будут расти дальше, дальше и дальше. Но ты уже не будешь в этом поезде. И напоследок хочу показать тебе еще один график. Он показывает изменения предложения биткоина с мая 2020 года и по сегодня. Зеленая диаграмма означает, что холдеры продают. Красная же диаграмма означает то, что сильные холдеры покупают. Уменьшая тем самым предложение биткоина на рынке. И посмотри, что было во время крайнего большого падения биткоина, который мы сейчас переживаем. А была самая большая свеча покупки холдерами за последний год. А это, ребята, кое о чем да и говорит. Например, о том, что надо подписаться на канал, поставить лайк, если видео тебе было полезным и интересным. Также не забывай подписываться на телеграм, ссылка на него в описании. Что там еще в конце-то обычно говорю? А, комментируй видео, делись роликом с друзьями и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok